Если в третий день Масленицы теща кормила зятя блинами, то в пятый день зятю приходится звать маму жены в гости на угощение, приготовленное своими руками. Сейчас узнаем, умеют ли мужчины готовить блины. Вы умеете готовить блины? Да, отлично готовлю. С чем готовите? Всякие, бывают начинки. Какие, например? Ну, в основном, со сгущенкой. Да нет, у меня жена жена. Нет. А кто вместо вас дома блины готовит? Жена. А теща? Нету. Да, умею. С чем любите готовить? С кефиром, с малиной, с творогом, мясные. Я, да. С чем любите готовить? Просто со сгущенкой. Тещу позовете сегодня? Нет, не смогу, она далековато просто. Умею. С чем готовите? Как с чем? Со сметанкой. Тещу позовете сегодня? Конечно. Нет. А кто за вас дома готовит блины? Жена. Обязательно. А с чем готовите? Я могу фаршированные готовить, любые. Тем более, я работаю пекарем. Самое интересное, что накануне этого дня теща отправляла зятю все необходимое, чтобы он мог приготовить блины. Сковородку, миску для замешивания теста и половник. А от тестя молодой хозяин получал целый мешок муки и сливочное масло. Уже за столом зять всячески старался проявлять заботу и уважение к теще и окружал ее вниманием. Продолжение следует...